Принарядиться в такой день нужно непременно. Последний урожай на Нижегородской земле собран. Плуги и лопаты можно отложить в сторонку и вдоволь потанцевать, поиграть, да угоститься плодами этого сезона. Когда-то это был очень-очень важный для такого земледельческого района, как Нижегородская область, день. Это были дожинки, то есть последний урожай собирался. И, по сути, этот праздник благодарен земле матери за те щедроты, которыми она дарит землепашца. О том, что сезон сбора урожая закончен, свидетельствует вот этот гость торжества. Последний сноб, собранный землепашцами-нижегородцами. По традиции его чествуют как именинника. В прежние времена сноб ставили в красный угол под иконки, как символ всего самого святого в жизни. А сегодня его украсили расписным полотенцем и проводят традиционный обряд прошения за богатство следующего урожая. Уроди жито повыше того! Сегодня все, как в старые добрые. Это техника плетения, которую придумали мастерицы еще на заре цивилизации. Прототип современных ткацких станков. Девушки плетут ведьмин коврик из веточек сливы, смородины и вишни. Считалось, что вплетенные в коврик волшебные травы-обереги помогут сохранить в доме гармонию и благополучие. Сегодня колдовским его уже не считают, а прибавляют к названию приставку «ФИТО» и продают как коврик для бани. А здесь занимаются росписью других осяних плодов – желудей. Нам вот объяснили, как с чего начать, а дальше мы уже фантазируем. Начинаем с завитков, а дальше поживем и увидим. Пока одни занимаются рукоделием, другие вспоминают старинные напевы. Празднуют дожинки очень разнообразно. Вот здесь соревнования по городкам, а на площади русский разгуляй. Песни, пляски, ручеек, корзиночка и рыбалка. В традиционных забавах участвует и старый млад. Для молодежи поучительно, потому что забыли уже село. Село стало намного как обкультуренное, что ли, осовремененное. А здесь можно поучить, чего подчеркнуть. Но праздник праздником, а обед по расписанию. Хозяева уже растопили котел, и к ним уже идут хозяюшки с дарами. По традиции каждый член общины должен принести хотя бы горсть крупы для сборной каши. Приготовление общей каши из этих зерен символизирует заваривание следующего урожая.